ГСБ и другие проверяющие органы решили выслушать жалобы бизнесменов. В столице прошел круглый стол, на котором госорганы обсудили с бизнесменами проблемы предпринимательства. На встречу пригласили представителей крупных компаний в различных сферах. Больше всего претензий у бизнеса касается проверок. Причем не только предпринимателей, но и других госорганов. Из-за этого получить необходимые для работы бумаги иногда становится просто невозможно. То есть когда приходишь в ту же архитектуру, получается сотрудника нет на месте. И когда задаешь вопрос, где он, естественно, это уважительная причина, он находится либо в финансовой полиции, либо в прокуратуре. Причем он может быть и в районной прокуратуре, и в городской прокуратуре, даже в генеральной. Потом тот же сотрудник может жить здесь и через день, через два оказаться в АКС. То есть вот эти бесконечные проверки, они очень негативно влияют на работу этих государственных муниципальных органов. На сегодня сложилась такая не очень хорошая тенденция, которая свелась к тому, что теперь сотрудники не берут ответственность на себя. То есть выдавая какой-то документ, они все время обрадываются назад. В руководстве проверяющих органов говорят, что вынуждены зачастую вызывать чиновников к себе. Но не для того, чтобы оказать давление. Того требует следственные мероприятия. Сейчас главная задача – предупредить преступление, а не наказать виновных. Такие ведомства, где бюрократия очень много, до сих пор оно не приостановляется, оно все увеличивается. В связи с этим много очень у нас привлекаемых людей, которых мы вынуждены. Естественно, у нас и своих забот много, но тем не менее законные уголовные дела, уголовное право требует, чтобы мы вызывали процессуально, проводили следственные мероприятия. Поэтому по каждому, кто проходит нас по уголовным делам, мы обязаны, обязаны вызывать. Но это не от того, что нам больше делать нечего, а по каждому делу мы обязаны давать юридическую оценку. Ну а так, вы правильное предложение внесли. Ну для этого сейчас видите, во всех ведомствах идет реформа, переназначаются новые руководители, новые взгляды. Поэтому я считаю, что данный вопрос со временем, куда я буду юрца, если общество поменяет свое мнение, перестанут совершать преступления. Я думаю, будем надеяться на лучшее, конечно. Недовольны бизнесмены и тем, что нередко проверять их приходят органы, не имеющие на это право. Предприниматели попросили Генеральную прокуратуру и ГСБ принять меры в отношении таких структур. Необходимо пересмотреть и документы, по которым осуществляется работа бизнеса и контролирующих организаций. Положение о получении разрешительной документации, в которой мы работаем, оно уже морально устарело. Туда уже не вносили всякие изменения и дополнения порядка пяти лет. Ну, за исключением тех, которые несли пожарные службы. И этот вопрос стоит очень остро, так как мы работаем этим положением, она уже устарела. Многие механизмы не работают, но положение новое не разрабатывается. Можно было бы как-нибудь донести именно до правительства или поднять этот вопрос, чтобы пересмотрели это положение. Потому что там очень много таких моментов, которые на сегодня не актуальны и вообще препятствуют ведению добросовестного бизнеса. Пожаловались бизнесмены и банковские структуры. Кредиты, которые сегодня выдаются частными финансовыми учреждениями, просто неподъемны для большинства компаний страны. Отдавать деньги по таким процентам в состоянии только крупный бизнес. Малый и средний предпринимательский сектор в таких условиях остается за бортом. Бизнес-ассоциации призвали предпринимателей и по всем фактам нарушений прав обращаться за помощью к ним. Я обращаюсь к представительным бизнесом. В случае, если у вас действительно будут какие-то вопросы, которые будут относиться к деятельности любого фискального или контролирующего госоргана, то есть тех госорганов, которые входят в диапазон деятельности тех органов, которые здесь присутствуют, просьба обращаться к нам. И мы, в свою очередь, будем в рабочем порядке разрешать данные вопросы как с органами финансовых политиков, так и с другими госорганами. Немало жалоб и у банковских организаций. Например, они обеспокоены активизацией финансовых пирамид на юге страны. ГСБ попросили взять на контроль работу таких компаний. Нередко люди берут кредиты, чтобы вложить их в сомнительные фирмы. Руководство контролирующих органов пообещало учесть замечания бизнес-сообщества и взять на контроль дела, по которым у бизнесменов возникли недовольства. Следующая встреча с предпринимателями состоится уже в городе Ож. Ее проведут в самое ближайшее время. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС.